Привет, призраки! Это я, Гост. И добро пожаловать на 10-ю серию разрушений мифов в GTA 5! Сегодня мы разрушим еще 15 интересных мифов! Быстрее хватай вкусняшки и ставь лайкос! Приятного тебе аппетита и приятного просмотра! Перед тем, как мы приступим, я бы хотел рассказать вам о новой игре, где я отдыхаю в последнее время. Ван Стейт это новая игра, отличающаяся от привычного сампа или КРМП. И в первую очередь тем, что это отдельная игра, созданная с нуля на своем собственном движке. Что это значит? А то, что от Ван Стейт можно получить совершенно новый опыт РП игры. Здесь ты реально можешь заценить что-то новое и оригинальное, посмотреть на совершенно другой уровень физики и графики. А поскольку Ван Стейт это онлайн игра, то разделить игровое время ты можешь со своими друзьями и другими игроками. Хотел бы еще отметить и карту на Ван Стейт, которая представляет из себя огромный город Лос-Анджелес с реальными локациями и районами. И как обещают разработчики, в будущем мы сможем оказаться и в других городах Америки. Кстати, совершенно не важно, на чем вы играете. Ван Стейт идет как на Android, так и на iOS. А простой интерфейс и удобное управление помогут сделать вашу игру еще приятнее. Ван Стейт совсем бесплатный, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивай Ван Стейт по ссылке в описании уже сейчас и заходи ко мне. Для первых ста игроков я оставлю свой промокод ГОСТ на подарок. И первыми вгласить, что если выстрелить в оружие, которое бот держит в руках, то он получит урон. Давайте это мы с вами и проверим прямо сейчас. Целимся в пушку, стреляем. И да, бот сразу же дергается. Кажется, он получил какой-то урон. Давайте попробуем еще разочек. Чувак, ты что, блин, стреляешь? Окей, по-моему, ему очень неприятно, когда я попадаю в оружие. И кажется, этот миф, ребят, оказывается правдой. Только мне вот стало сразу же интересно посмотреть, можно ли будет убить бота, если я буду стрелять по этой пушке. В какой момент он у нас упадет и больше не встанет? Возможно ли такое сделать? Давайте мы с вами это и проверим. Совсем немного пришлось подождать, прежде чем бот отрубился. А почему с него выпало две пушки? У меня вопрос. Просто два автомата. Окей, ребята, как оказывается, бот не только отлетает от выстрела в оружие, но еще и так же может умереть, если вы будете долго стрелять в его пушку. Этот миф оказывается правдой. Вы можете нажать на гудок автомобиля, не используя рук главного героя. Как же это выглядит? Вот смотрите, ребята, я нажимаю на гудок, он срабатывает, но делаю я это правой рукой. Сейчас я попробую взять телефон в руки, и наша правая рука занята. Но посмотрим, можем ли мы с вами нажать на гудок. Да, я могу это сделать, ребята. Гудок срабатывает. И у меня теперь вопрос. Какой частью Франклин нажимает на гудок? Эм, это максимально странно. Ладно, все, ребята. В общем-то, этот миф оказывается правдой. Погнали дальше. В баре неподалеку от Сэнди Шорс можно отыскать следы зверского убийства. И давайте мы попробуем сделать это прямо сейчас. Заходим в этот бар. Здрасте, здрасте. Как у вас дела, ребят? Я тут пришел отыскать следы какого-то убийства. Может, вы мне поможете это сделать? Так, подожди. Ух ты. Это там что, рука, блин? Эм, мисс, а что у вас тут происходило? Такой у меня вопрос. Кажется, это следы чьей-то крови. А здесь тоже? Следующий след. Так, ладно. Что же еще здесь такого можно отыскать? Давайте, ребята, посмотрим. Интересно, приведет ли нас куда-нибудь этот след. Кажется, здесь больше ничего нет. Давайте попробуем прогуляться еще по бару и посмотреть, что находится, например, в этой комнате. Вот это да, ребята. А здесь этих следов просто дофига. Сто процентов такое обилие крови означает, что здесь кого-то убили. Но вот кого? Это огромный вопрос. Этот миф оказывается правдой. Под трассой из Лоцантоса в сторону Сэнди Шорс можно отыскать секретное место, где можно спрятаться от полиции, либо других игроков. Место это должно находиться где-то здесь. Прямо вот под этим мостом, ребята. Давайте же попробуем сейчас мы с вами это местечко отыскать. Так, заезжаем прямо вот сюда, под этот мост. Паркуем нашу тачку вот здесь. Да, ну, ребят, она нам обязательно понадобится. И сейчас пробуем забраться наверх. Вот таким вот образом. Реально, что ли? Здрасте. А вы меня... А как вы меня видите-то? А! Я упал. Подожди, я... Я прям под текстурой. Это что за прикол? Это чисто моя новая убежность получается. Ребята, этот миф оказывается правдой. Обязательно пользуйтесь им, если вам нужно будет скрыться, например, от полиции или других игроков. Ладно, дед. Ну всё, мне уже пора в город. Увидимся на следующих выходных. Блин, почему у Тревора белый дед? Ладно, неважно. Следующий миф гласит, что можно заказать такси, даже если у тебя нет денег на балансе. Сейчас у Франклина ровно ноль долларов. Но до города-то нам добраться как-то надо, поэтому вызываем такси и пробуем уехать. Вот, отлично. Так, кто-нибудь возьмёт трубку или нет? Отвечайте. Вот, отлично. Машина выехала. Вот это я понимаю. Так, хорошо. Осталось дождаться такси. Вот, а это кажется уже за мной. Отлично. Пока что не признаёмся таксисту, что у нас нет денег, если что. Ну, на всякий случай. Вдруг он нас реально откажется везти. Так, здравствуйте. А, видите, в любое место в целом. Мне без разницы. Давайте куда-нибудь. Ну, вот сюда, например. Мишн Роу. Давайте, поехали. Всё. Гоним и смотрим, что у нас будет дальше. Такси трогается с места и реально направляется к точке. Ну, а чтобы сейчас мы с вами не теряли времени, я предлагаю всё это дело пропустить и оказаться уже на месте, докуда мы должны были доехать. Так, ждём загрузку. Интересно, что вообще скажет нам таксист, когда узнает, что у нас ноль на балансе. А, это полицейский участок? Здравствуйте. Меня почему сюда привезли? Так и должно быть? Да нифига не понял. А, он меня просто высадил, а я бесплатно проехал. Что? А зачем тогда вообще надо было до этого деньги таксистам платить в GTA 5? Чё за фигня такая? Короче, ребята, вот вам лайфхак, как можно бесплатно кататься по Лос-Ансу на такси. Обязательно пользуйтесь. Ах, капец, сколько раз вы мне уже писали про этот миф в комментариях. Я его проверил даже в прошлой серии с этими ракетами, что по ним надо якобы пострелять, и они взорвутся. Да, они взорвались, я по ним пострелял, но даже это вас, ребята, не устроило, и вы мне сказали, что я неправильно проверил этот миф, и нужно стрелять по ракетам сзади, чтобы они якобы полетели куда-то вперёд. Окей, ребята, если вы мне хотите сказать, что можно по этим ракетам пострелять, и они куда-то улетят. Ладно, проверяем. Чё, я ж тут для этого просто эти ракеты. Капец, сколько вы мне про них уже писали. Чё? А? А? Чё за фигня такая? Она взорвётся сейчас? Ух ты ж, блин. И снова этот миф с ракетами получает от меня бал. Хочу ещё вот эти проверить. На всякий случай, чтобы вы мне там не писали сто раз потом в комментариях. Они взрываются, ребята, всё. Эти ракеты тоже взрываются. Все ракеты на военной базе можно подорвать. Браво. Этот миф правда. Идём дальше. Ну а теперь мы с вами проверим сразу же два мифа. Первый гласит, что если вы поставите лайк под этим роликом, то у вас всегда будет отличное настроение. Давайте проверим это прямо сейчас. Ставьте лайк под этим роликом и пишите хотя бы через пару дней, как ваше настроение. Я надеюсь, что оно перед Новым годом у вас будет просто отличное. Ну и второй миф гласит, что если вы напишите в комментариях какой-нибудь интересный миф, который мне стоит проверить, я его проверю в следующей серии. Этот миф спойлерится, что правда, прям 100% правда, потому что я все ваши мифы проверяю. Вот сегодня ровно половина мифов, которые я проверяю, это ваш миф. Поэтому обязательно предлагайте какие-нибудь безумные мифы, чтобы я их также попроверял. Ну что ж, ребята, вот так вот два мифа, которые предстоит проверить вам, подписка и комментарий. Хорошее настроение и проверка ваших мифов в следующей серии. Погнали дальше. Ну а следующий миф гласит, что на кресло-каталке можно заехать в Лос-Антос Кастамс, чтобы его протюнинговать. Я даже не представьте себе, не могу, как это будет выглядеть. Ну ладно, давайте садиться. Кстати, ребята, вы смотрели у меня видосик, где я на этом инвалидном кресле устраивал покушение на президента Лос-Антоса? Если вдруг нет, то вот, подсказочка в правом верхнем углу. Обязательно залетайте на этот видос и поражите, блин, вместе со мной. Ну как, я-то на том видосе мучился, а вот вы точно поражете. Ладно, поехали, посмотрим вообще, можно ли эту штуку протюнинговать. Так, подъезжаем. О, смотри, это транспортное средство нельзя модифицировать. То есть, всё-таки, ребята, нельзя туда заехать. А если мы сейчас немножко считерим? Так, открывается дверка. И что тогда дальше? Я просто проезжаю вовнутрь, но тут ничего нету. То есть, никак нельзя протюнинговаться, к сожалению. Ну, а, ребята, мы с вами не сдаёмся. Заходим, конечно же, в меню тренер и пытаемся прокачать его. Так, я могу тут поставить покрышки? Чё? Серьёзно? Ам... Ребята, я могу покрышки поставить этой штуке! Что? What the fuck вообще? Это... Это как работает? Так, двигатель могу протюнить, тормоза получше, трансмиссию. Я, типа, его полностью протюнил. Эм... Броню ещё поставить. Что? Я... Я вообще не понимаю. Чё это такое? Чё, я прям буду реально быстро ездить на нём? Стоп. Ух ты, блин! А побыстрее! Прям реально значительно быстрее! Ребята, кажется, эту штуку можно протюнинговать. Но, к сожалению, миф касательно того, что на этой штуке можно заехать в лосатас кастомс, оказывается неправдой. Ещё один миф, про который вы писали мне достаточно часто. Он гласит, что неподалёку от пляжа можно отыскать дом, в котором произошло зверское убийство. Снова, ребята, какой-то маньяк в лосатасе, какие-то убийства и паранормальные места. Дом этот находится именно здесь. И давайте сейчас мы с вами, ребята, прогуляемся, чтобы посмотреть, действительно ли здесь можно найти какие-то следы убийства. Так, начнём, пожалуй, прямо отсюда, да? Посмотрим вообще всё в окружении. Чё тут есть? Вот с фонариком возьмём дробовик, например. Здесь я крови никакой не вижу, но давайте попробуем подняться повыше, чтобы посмотреть. Квартирка должна находиться где-то здесь. А это она. Ребят, это там... Это разбитые окна с кровью? What the fuck вообще? Здесь действительно, ребята, что-то было, но интересно, можно ли попасть вовнутрь? Да, здрасте. А... И чё? С виду вообще приличная квартира. Эй! Это чё за... Фальшивка? А где... А где эти кровавые разводы и трещины? Это просто фальшивка, ребята. Ха-ха-ха! Квартира полностью нормальная. В ней ничего нету. Но на первый взгляд может показаться снаружи, что здесь действительно что-то произошло. И более, ребят, я вам скажу, что вы в эту квартиру сами попасть не сможете, потому что у меня стоит специальный мод, который помогает не попадать в подобные места, которые закрыты для обычного игрока. Вот так вот, ребята. Вы ходите вокруг, смотрите на этот дом и думаете, господи, что же там находится такое внутри? Или, может быть, какой-то труп или маньяк? А здесь просто обычная квартира, в которой можно пожить, там, ноутбуки вам посидеть, даже, да, в интернет выйти, поиграть в игрушки. И спокойно провести время. Короче, ребята, этот миф оказывается правдой, но не такой уж он и мистический, как могло показаться на первый взгляд. Ура! Ну, наконец-то я о проверке мифов отправляюсь на тусич. Прямо сейчас мы с вами проверим миф, который гласит, что в клубе можно перепить виски до смерти. Не знаю, как это вообще сработает, но я знаю, что алкоголь вредная штука, но чтоб настолько, давайте, ребята, мы с вами это и проверим, и сделаем какие-нибудь выводы. Так, а может мне, пожалуйста, тут, да, сок налить, вот? Отлично, спасибо. Так, брэнк, давай! Оп! А, хорошо, и чё у нас как эффект? Всё, я сейчас умру, что ли? А? И чё там? Всё, мне плохо? Смерть? Да, да вроде нет. Так, подожди, ну, давай ещё разочек, и чё я... И когда я умру, в какой из разов? Оп! Отлично! Так, и чё, теперь с Франклиным? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А чё-то ему плохо прям стало! Эй! Так, может, ребята, не стоит? Может, уже надо бы остановиться? Нет? Подожди-ка. Ладно, давай ещё разочек. Так, дорогуша! А я тут так-то эксперимент проверяю! Доливай, давай, сок хочу яблочного! О, спасибо! Так, и чё там, блин, капец, как его плющит? Фрэнки, дружище! Не умирай, только я тебя прошу! Хотя, кажется, всё... Он уже её даже не видит, офигеть! Тут уже две скоро будет, мне кажется, или даже четыре! Так, давай! Сколько тебе надо-то, Фрэнки? Капец, он здоровый какой-то, посмотрите! Когда он успокоится уже? Хватит, это последнее, давай! Ладно! О! Смотри, жив, цел! И чё, и сколько он пить-то будет? Она отказывается мне наливать, как вы видите! Да, по-моему, Фрэнклину полегчало! Что, блин? Ну, когда я погуляю... Да, он нормально ходит! Это чё, вообще было такое? Я тут съел, проверял, проверял, а он вообще пофиг! Ну, ребята, вот это был яблочный сок! Короче, кажется, нет! В GTA 5 установлен такой предохранитель, чтобы Фрэнклин не погиб от своего же безумия, да? Ну, нельзя вот такое пить, и тем более в таких количествах! Короче, ребята, этот миф оказывается неправдой! Хух! А вот сейчас, для проверки следующего мифа, от меня понадобится вся оздоровка! Потому что миф-то связан с вертолётом, а вожу вертолёты я очень плохо! Ну, да ладно! Короче, следующий миф гласит, что при помощи вертолёта Каргабаба можно поднять камень с земли! Камень, ребята, да, именно камень! Не какую-то тачку, ничего такого, а камень! Я не представляю, как это будет выглядеть и вообще зачем это нужно! Ну, раз вы мне написали об этом в комментах, ладно, окей! Будем пробовать! Вот я вижу камень на горе Чилиат! Так, опускаемся, опускаемся! Пробуем поднять! Так, поближе! А их вообще можно как-то поднять? У меня реально вопрос! Или это просто статичный объект? Вы меня опять обманываете там в комментах, наверное? Не знаю я! Пишите какие-то странные мифы и всё! А я потом вот так вот летаю и позорюсь тут на роликах! А! Подожди, получилось! Да-да-да! Ребята, я подцепил его! Да ну нафиг! Я думал, вы меня уже обманули! Вы чё? Молодцы! Правильный миф, настоящий написали! Ребята, этот миф оказывается, правда, действительно, вы можете подцеплять камни на каргабобе! Зачем это только нужно, я не понимаю! Но может быть для того, чтобы сбрасывать их на кого-нибудь в GTA Online, например? И использовать их как оружие? Не знаю, не знаю, ребята! Но в любом случае, спасибо, что предложили этот миф коммента! Погнали дальше! Следующий необычный миф гласит, что Майкл из GTA 5 держит оружие УЗИ не так, как все остальные главные герои! Франклин и Тревор! И давайте сейчас мы с вами это проверим! Вот как УЗИ-ху держит Франклин! Просто у бедра она вот у нас сложена, вот как мы из неё стреляем! Теперь проверим Тревора! Прицеливаемся! И он точно так же держит УЗИ-ху, как я вижу! Просто стреляет точно так же! Ну и всё одинаково, в общем! Ну а что касаемо Майкла? Давайте попробуем! Целимся! И действительно! Он держит УЗИ-ху прямо у плеча! Не так, как Франклин и Тревор! Почему Рокстары так сделали, им совершенно непонятно! Но это прикольно, что у разных персонажей разное поведение даже вот в использовании оружия! Короче, ребята, этот миф оказывается правдой! Для проверки следующего мифа нам понадобится наш любимый домашний питомец Стёп! Потому что сейчас мы будем проверять, как Чоп плавает! Да, ребята, следующий миф гласит, что Чоп умеет плавать в воде! Давай, дружище, посмотрим, правда это или нет! Возьмём у вас свой атаку типа на прогулочку! А теперь, дружище, прыгай в воду! Может ему мячик дать? Давай в воду кинем? Вот так вот в воду! Прыгай! Эй! Ты чё? Прыгай, говорю! Чоп! Давай в воду! Ладно, хорошо, тогда мы сделаем вот так вот, возьмём его и насильно перекинем просто в воду! И посмотрим, что будет происходить! Чоп прямо сейчас на ваших глазах плавает! Он реально плавает! Тебе нравится водичка? Сегодня тепло, так хорошо! Кстати, ребята, напишите в комментариях, какая у вас погода на улице! Ну сколько градусов вообще там? У меня вот сегодня, например, плюс один вообще было! Прикиньте, плюс один зимой! Вот это я понимаю! Зато гулять комфортно и можно не одеваться, прям очень тепло! Ну что ж, ребята, мы с вами убедились, что Чоп действительно плавает! Он умеет это делать, значит миф оказывается! Правда! Но вот что мы можем заметить, так это то, что Чопу водичке не очень-то сильно нравится! Поэтому, чтобы не доставлять ему лишний дискомфорт, мы его принесём обратно на оружие и пойдём немножко с ним прогуляемся! Да, Витчопик? И снова мы возвращаемся в клуб! Только на этот раз не для того, чтобы хорошо отдохнуть, а для того, чтобы проверить следующий миф! Который гласит, что если спрятаться у клуба вот в это место, то тебя не прострелят, потому что здесь есть прозрачная стена! Давайте мы с вами это и проверим! Подожди! Так, подожди, мне показалось ли в каком-то моменте там просто... Как будто патрон отлетел! Да, ребята, посмотрите! Ам! Куля просто врезается в непонятную текстуру и не попадает в нас! Если я буду бежать вот так вот вперёд, я сейчас нажимаю как раз кнопочку W, чтобы у меня персонаж как будто двигался вперёд! То я не получаю никакого урона! Ну, вот только иногда! Лишь в некоторых случаях! Так, погоди, а если я достану вот так вот узиху, например? Всё не попадает, смотри! И буду вот так вот стрячься по ним! Так, стой! Держись, Фрэнки! Ещё немного! Подержись, подержись! А можно их будет как-то перестреливать, например, здесь? Вот, смотри! Получается вроде бы! Они не попадают! Лишь иногда какие-то патроны до меня доходят! Но это если я в руках держу вот такую вот узиху, Фрэнклин по-особенному стоит! И по нам вообще никак не могут попасть! Короче, ребята, этот миф оказывается правдой! Пользуйтесь им обязательно, если хотите пережить нападение полиции! И раз уж полиция уже здесь, а наш следующий миф связан с полицией, то давайте не будем убегать далеко и проверим его прямо сейчас! Короче, этот миф гласит, что если притвориться мёртвым, то полиция перестанет на тебя нападать! Вот, смотрите, по мне стреляют! Оу! Вот это было всё! Последнее ранение, которое я мог вытерпеть! Ох! Погибаем! И чё? Я погиб! Чуваки, я мёртв! Вы не видите? Я отрубился! Эй! Да вы чё по мне стреляете-то? Вы с ума сошли? Хватит! Я мёртв уже! Не представляю никакой опасности для вас! Им вообще наплевать! Они просто продолжают по мне стрелять! Эти чуваки, кажется, знают, что у меня годмод! Либо зачем они это делают? Я просто не понимаю! Я ведь уже никакой опасности реально представить не могу! Я могу стрелять! Чё? А вот уже не могу! Всё, теперь я точно мёртв! Чуваки! Пожалуйста! Не стреляйте! Ладно, всё, короче, без разницы, ребята! Оказывается, этот миф вообще не правда! Полиция всё равно будет вам стрелять, даже если вы притворитесь мёртвым! Поэтому лучше отбиваться, если на вас напала полиция в GTA 5! Погнали дальше! И прямо сейчас мы с вами проверим миф, который гласит, что Мегаладон может сожрать Кинг-Конга! Да, ребята, вы меня всё чаще и чаще просите проверять именно модовые мивы, потому что они тоже очень интересные! Поэтому сейчас мы с вами проверим, правда ли вот эта вот малюсенькая рыбёшка! Ну как малюсенькая, она огромная, но просто по сравнению с Кинг-Конгом как бы, да? Вот, что она может сожрать Кинг-Конг! Давайте попробуем! Заходим в воду! Так, Кинг-Конг в воде! Мегаладон непонятно, что там делает! Чувак, я типа тут с тобой хочу подраться! Он вообще малюсенький для Конга! На, лети! Чё, ты будешь на меня нападать-то, а? Мег! Я к тебе в воду зашёл! Ну и чё? Где он? А! А, он меня реально укусил! Ауч! Это чё, блин, было? Ты чё? Мегаладон, ты как это сделал? Стоп! Он реально меня просто кусает? Так, ещё разочек! Подождём, подождём, он плавает вокруг меня! Хочет снова вцепиться! Прямо за мной плывёт! Смотри, прям за мной! Ам, сейчас не вцепляется! Там, кажется, мы его разозлили, да, после удара, и он решил нас укусить! Я прям вообще в воде, прям полностью! Мегаладон! А, блин, опять вцепился! Да-да-да-да, ребята! Он меня таскает под водой! Он кусает меня, кусает-кусает! Всё-таки это правда! Мегаладон может сожрать Кинг-Конга! Не знаю, сколько ему понадобится для этого сделать! Таких заплывов, да, с ударами! С укусами, точнее! Но всё-таки он может это сделать! Я не буду до конца это проверять! Я хочу, чтобы Кинг-Конг всё-таки жив остался! Так, поэтому Мегаладон, иди сюда! Мегаладон! Хочет плавать на берегу, а? Иди сюда, Мегаладон, я говорю! Иди, иди к папочке! О! Всё! Хорошая рыбёшка! Так, и теперь вот так вот улетай! Всё! Давай, больше, чем возвращайся сюда на берег! Понятно тебе! А то выкину ещё дальше! Ну что ж, ребята, а на этом всё! Мы с вами проверили ещё 15 интересных мифов в GTA 5! Которые, я надеюсь, вам понравились! И надеюсь, что вы также влепили лайк за мои старания! Не забывайте также обязательно подписываться на канал! И нажимать на колокольчик! И предлагайте, какие ещё мифы мне проверить в GTA 5! И не забывайте задать, кстати, ко мне в телеграм-канал! Ссылочка находится в описании под этим роликом! Я вас буду обязательно ждать там в гости! Ну что ж, ребята, с вами как всегда был я, Жека Гост! Всем удачи! И до скорых встреч уже в новом ролике завтра! Всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok